Мэтт Таиби говорит Я помню, когда заблокировали Алекса Джонса Многие критики говорили, нет повода для беспокойства Цензура будет применяться только к чохнутым психам вроде Джонса Теперь почти каждый день независимые обозреватели Рискуют быть заблокированными, даже если их суждения вполне корректны Покажу еще вот что Это случилось снова Незадолго до этого Вас снова заблокировали за это сообщение Вы сказали, морские пехотинцы Убили иракцев больше, чем русские в Бучье Хотя бы потому, что бойня в Эль-Хадите не была операцией под ложным флагом А вот Бучья Итак, они закрыли вас из-за этого и опять прилепили угрозы и домогательства Давайте уже поговорим со Скоттом Риттером И что вы хотели бы сказать обо всем этом Во-первых, давайте проясним Я нахожусь в тысячах миль от места происшествия Я не расследую произошедшее на месте И я ограничен только той информацией, которая выкладывается в открытый доступ Информация на данный момент остается неоднозначной На мой взгляд Изначально видеозапись была демонстрирована украинским правительством В поддержку заявления о преступлении русских Были показаны трупы на дороге, на плечах убитых Были белые повязки, что в целом указывает на симпатии к русским Тела мертвых, возле них находились российские упаковки сухпайков Зеленые коробки с белой звездой, сухпайки гуманитарной помощи У тех, кто не имел белой повязки, руки были связаны за спиной и связаны белыми тряпками Это и были их повязки Итак, мое первое впечатление такое Это пророссийские настроенные украинцы Или этнические русские Которые направлялись в сторону расположения российских войск Туда, куда отходили русские В северном направлении Итак, они двигались туда Были ли они убиты русскими? Мы этого не знаем Но сперва нужно исследовать сами тела Мне приходилось видеть много мертвых тел Они могут рассказать о страшной правде Это были свежие трупы Не берусь говорить о считанных часах, но речь идет определенно о считанных днях Нью-Йорк Таймс вышел с информацией, содержащей спутниковые фотографии Говорилось, что люди были убиты 19 марта Вы не найдете ни единого субмедэксперта Я гарантирую, который бы сказал, что человек, убитый 19 марта И его тело оставлено на открытом воздухе Будет выглядеть так ко 2 апреля Тела выцветают, раздуваются Внутренние органы превращаются в жижу Тела гниют, и на вторую неделю они окружены отвратительной лужей Вот как выглядит разложение трупа Это не были разложившиеся трупы Это были свежие трупы Это то, что есть И кто же их убил? Мы не знаем Вот только украинский политик, женщина в униформе Появилась в соцсетях и на местном телевидении 1 апреля И предупредила население оставаться дома Предстоит операция чистки Не бойтесь, оставайтесь дома Операция чистки Она повторила несколько раз И что это значит чистка? К счастью, украинская нацгвардия на своем сайте говорит Мы осуществляем операцию чистки в Буче Мы разыскиваем сотрудничающих с русскими И русских шпионов, подразумеваются люди с белыми повязками на плече Они сказали это И затем заявили, что отряд Росгвардии Это важная косвенная деталь Называется отряд Сафари Затем украинское правительство заявило, что русские устроили Сафари Охотились И я подумал, почему вы называете это Сафари? И член этого отряда Сафари был членом правонацистского батальона Коказов Он выложил видео, как один из его комбатантов спрашивает своего командира Они не надели синие повязки Это для проукраинских гражданских Можно по ним стрелять? И тот ему ответил Ругательство удалено? Да Итак, я взглянул на совокупность всей этой информации Которая в открытом доступе И мое мнение Почти нет сомнений в том, что украинская нацгвардия совершила это У нас есть заявление от них самих Что они исполняют операцию чистки Очевидно намерение убивать тех, кого они называют русскими коллаборантами Тех, кто принимает помощь от русских Но все равно я воздерживался от заявления Но потом президент выступил с заявлением и обвинил Россию Прямым текстом Русский виновный Путин военный преступник Я когда-то служил в армии Он мой высший главнокомандующий Был бы им Я даю ему поблажку Может быть президент получил информацию, которой у меня нет Поэтому я сдержался Но затем Пентагон заявляет Нет, мы ничего не знаем Ничего, что бы доказывало Итак, президент основывается на заявлениях СМИ И он выступает с осуждением Тогда я и сделал твит, сказав, что Украинский нацбатальон совершил это зверство И президент Я аккуратно подбирал слова Мне потребовалось 40 минут, чтобы сформулировать корректно Потому что я искал аналогичные случаи Я просмотрел данные по Нюрнбергу Когда вы видите бойню Массовое убийство И возлагаете вину на другое государство Вы совершаете преступление против мира Вот я и сказал Президент повинен в военном преступлении Это фактические заявления Основанные на моем мнении Составленном на основании открытой информации Если кто-то скажет, что у него есть неопровержимые доказательства Что русские это сделали Я скажу, хорошо Устраивайте судебный процесс Я не защищаю кого-либо Я лишь говорю, что открытая информация Не поддерживает версию о виновности русских Ну и что вы думаете? Кстати, если вас удивляет, как они будут Затыкать рты тем, кто говорит правду о войне Когда дело касалось Ирака Не было Твиттера, Фейсбука, Ютуба Теперь у нас все это есть И теперь мы знаем, как блокировать людей Они будут делать вот как Угрозы и намогательства Теперь мы знаем, как они это делают Если я скажу что-то в противовес Меня просто заблокируют Они до сих пор В Википедии есть страница обо мне CNN делал обо мне репортаж И назвал меня конспирологом Потому что я выдумал постановочную химическую атаку в Сирии Нет, я разоблачил вашу постановочную химическую атаку в Сирии Но они ничего не изменили Я даже не могу редактировать Википедии страницу о себе Она редактируется людьми из разведслужб А не мной Люди из разведслужб сотрудничают с Википедией И не дадут мне или кому бы то ни было сказать правду Если они не хотят этого Вот почему Википедия чмо По многим вопросам, особенно если речь идет о личностях Итак, теперь вы знаете, как они это делают